Феодора, византийская императрица, жена императора иконоборца Феофила Регенша при своем сыне императоре Михаиле Трех, почитается христианской церковью как святая за восстановление иконопочитания. Память блаженной Феодоры в православной церкви совершается 11 февраля, в католической 11 февраля. Жизнеописание, происхождение и брак Феодора родилась около 815 года в Пафлагонии в городе Висси в семье Друнгария Мариной Феоксисты. Семья Феодоры имела армянское происхождение и по предположению инодонца принадлежала к роду маме конянов. Родители были сторонниками иконопочитания и воспитали свою дочь очень набожной. Феодора стала женой императора Феофила, который выбрал ее на смотри самых красивых девушек империи, проведенном по указанию его мачехи Евфросинии. Венчание Феодоры и Феофила состоялось в 831 году в церкви святого Стефана в Дафнийском дворце Константинополя. После брака мать Феодоры получила чин опоисанной Патрикии. Ее сестры также были приглашены ко двору и вышли замуж за императорских сановников. Быструю карьеру при дворе сделали ее братья Петрон и Варда. В браке у Феодоры родилось пять дочерей и два сына. Старший Константин, утонувший в детстве, и младший Михаил, ставший в 842 году императором. Тайное иконопочитание Вместе с Феодорой в императорской семье появилось тайное иконопочитание. Ее супруг продолжал политику своего отца императора Михаила II в области иконоборства. Феодора хоть и пыталась оказывать поддержку своим друзьям, но сама была вынуждена скрывать от мужа и придворных иконы. Она прятала их под одеждой, а также во множестве ларцов в своей половине дворца. Продолжатель Феофана описывает случай, когда Феодору за молитвой перед иконами застал императорский шут Дендриса без злого умысла проговорился об этом императору. За свою болтливость шут был подвергнут Феодору телесному наказанию. И когда потом император узнавал у Дендриса, не целует ли снова мама красивых ляльек, тот схватился за зад и отказался отвечать о ляльках. К иконопочитанию в тайне от отца приучали его детей, которые часто бывали в доме их бабки Феоктисты, матери Феодоры. Однажды младшая дочь Феодоры рассказала отцу, что их бабка в ларце держит прекрасных кукол, которых прикладывает к колбу своих внучек и просит, чтобы их с благоговением целовали. Император не стал наказывать Феоктисту, который одной по праву родства дозволяли осуждать иконоборчество, но запретил возить детей к бабке. Историки отмечают, что практически все окружение императора было на стороне иконопочитания, знал об этом император. Регентство Феодоры На смертном одре Феофил провозгласил Феодору регеншей при своем двухлетнем сыне Михаиле и потребовал от нее и логафета Феоктиста поклясться, что они останутся верны проводившейся им политике и не поколеблю положение его друга, патриарха Иоанна. Перед смертью Феофил, опасаясь борьбы за престолонаследие, потребовал принести ему голову влиятельного военачальника Феофоба, женатого на сестре императора. По рассказу продолжателя Феофана Феофил умер, держа голову Феофоба в своих руках. После смерти Феофила 20 января 1842 года Феодора стала регентом на время несовершеннолетия юного монарха. Империей в этот период вместе с Феодорой управлял совет, состоящий из логафета Феоктиста, варды, брата Феодоры и магистра Мануила, дяди Феодоры, которые были, как императрица, сторонниками иконопочитания. В период регентства Феодора добилась успехов в области управления империей, ряд военных побед, одержанных над арабами, подавление восстания славян в Элладе, миссионерская деятельность среди хазар и болгар. В период ее правления было отражено нашествие болгарского царя Бориса и к которому, по словам византийских писателей, Феодора направила послание со следующими словами. Если ты восторжествуешь над женщиной, слава твоя не будет стоить ничего, но если тебя разобьет женщина, ты станешь посмешищем целого мира. Слова послания носят легендарный характер, воспроизводя слова амазонок в романе об Александрии Псевдо-Калисвина. После военных неудач Борис принял решение в начале 860-х годов о принятии христианства своим народом и был крещен под именем Михаила в честь сына, императрицы Феодоры. Продолжатель Феофана отмечает личную роль Феодоры в деле христианизации Болгарии, хотя, следуя географической традиции, основную причину крещения видят в избавлении болгар с помощью бога от сильного голода. В заслугу Феодории следует отнести хорошее управление финансами империи. Когда она отошла от дел управления, государственная казна была наполнена. Имеется в царской казне золото – 90 тысяч кентенариев, серебражу – 3 тысячи, что часть денег добыл и накопил ее муж, а часть она сама, ибо не любит роскошествовать и расточать средства. Историки отмечают, что фактическая власть в империи в период регентства Феодоры принадлежала Логофету Феоктисту, имевшему огромное влияние на Феодору. Он добился права жить в императорском дворце – это порождало слухи при дворе насчет характера его отношений с императрицей. Диль отмечает, что Феодора даже думала выйти за него замуж или выдать одной своих дочерей, а чтобы освободить ему дорогу к полной власти. Она была готова по примеру императрицы Ирины ослепить своего сына. Отход от управления и кончина сын Феодоры – молодой император Михаил III, отличался несдержанным поведением и заслужил у современников прозвище «пьяница». Он устраивал оргии, заставляя одного из собутыльников играть роль шутовского патриарха, а все сборище делал шутовским духовным собором, подражая церковным церемониям. В 856 году Михаил, которому было 16 лет, по наущению Варды, который стал оказывать сильное влияние на молодого императора, приказал убить Логофета Феоктиста. Феодора прокляла Варду и, отдав отчет Сенату о состоянии государственной казны, официально оставила регенство, передав всю власть сыну. Вскоре, согласно продолжателю Феофана, Феодора с четырьмя незамужними дочерьми была насильно пострижена по приказу своих братьев и сына императора в монахине и заключена в Константинопольском дворце Криан. Там она вела тихую частную жизнь под надзором Варды, возможно там же была свидетелем набега русов на Константинополь в 860 году. После кончины ее тело было перенесено в Гастреев монастырь, куда также переселились ее дочери. По другим источникам Феодора восьми лет вела праведную жизнь в монастыре, где мирно скончалась 11 февраля 1867 года. Мощи Феодоры в 1460 году были перенесены на Корфу, где и хранятся по настоящее время в Кафедральном соборе. Восстановление иконопочитание. Константинопольский собор 843 года восстановления иконопочитания было произведено Феодорой сразу после смерти императора Феофила. На сороковой день его кончины в Константинополе для этой цели был созван церковный собор. Для восстановления иконопочитания необходимо было сменить патриарха иконоборца Иоанна грамматика. Феодора по совету Мануила направила Иоанну письмо с просьбой оставить патриарший престол. Получив этот ультиматум от Феодоры, Иоанн попросил время на размышление, после чего нанес себе ножом неопасные раны в живот, а затем заявил, что посланец Феодоры пытался его убить. Было произведено расследование, согласно которому патриарха признали, ссылаясь на показания прислуги. Виновным в намеренном нанесении себе раны с целью вызвать волнение в обществе, Иоанн был свергнут церковным собором с кафедры за попытку самоубийства. Изгнан из церкви и заключен в своем имении. По хронике Георгия Амартола Иоанн после изгнания выскоблил глаза на нескольких иконах, за что нанесли ему ременными плетьми 200 ран. Новым Константинопольским патриархом был избран Мефодий, пострадавший от иконоборцев. На соборе был зачитан и одобрен тому с текст которого не сохранился, но из других источников известно, что он провозглашал необходимость восстановления почитания икон, подтверждал законность постановлений семивселенских соборов и анафематствовал иконоборчество. Также собор вернул из ссылок всех ранее осужденных за почитание икон. Епископы иконоборцы были изгнаны с кафедр, на которые возвратились архиереи, пострадавшие при Феофиле. Одной из просьб императрицы Феодоры при восстановлении и почитании икон было не произносить анафемы на ее покойного мужа и разрешить его от грехов. На возражении патриарха Мефодия, что церковь имеет право прощать живых, приносящих покаяние, но не может ничего относительно человека, умершего в состоянии смертного греха. Феодора рассказала, что император перед смертью раскаялся в грехах и целовал принесенную Феодору икону. Некоторые историки считают, что это был благочестивый обман Феодоры, любившей своего мужа. Другие, однако, не отрицают возможности, что она при последнем дыхании мужа прикладывала к его устам икону, следуя своим религиозным убеждениям. Выслушав Феодору, собор постановил в течение недели по всем церквям столицы молиться за спасение души покойного императора. Церковное предание сообщает, что патриарх Мефодий, чтобы принять решение об отпущении грехов Феофила, написал на пергаменте имена всех императоров иконоборцев и положил его на жертвенник в алтаре Святой Софии, а потом во сне увидел ангела, возвестившего, что Бог помиловал императора. Утром в подтверждение сна патриарх увидел, что на пергаменте место с именем Феофила стало белым, что было расценено как знак прощения. После этого собор письменно подтвердил отпущение грехов императора, однако позже некоторые церковные деятели попрекали этим Феодору. Когда Феодора во время пира по случаю торжества православия печалилась, увидев на лбу преподобного Феофана выжженные буквы, тот сказал, «За эту надпись я буду судиться с твоим мужем и царем пред нелицеприятным судилищем Божиим». Впрочем, патриарх и другие архиереи подтвердили отпущение грехов Феофила. Торжество православия после церковного собора Феодора устроило церковное торжество, которое пришлось на первое воскресенье Великого Поста, бывший в 843 году 11 марта. По словам церковного историка Карташев один из византийских летописцев описал это событие таким образом. Воспоминание об этом событии, значимым для христианского мира, и в память блаженной Феодоры ежегодно в первое воскресенье Великого Поста православная церковь торжественно празднует восстановление иконопочитания, именуемое «Торжество православия». Период реакции после Константинопольского собора в империи начался период реакции. Константинополь были торжественно перенесены останки знаменитых исповедников православия Феодора Студита и патриарха Никифора, пострадавших за свою веру и умерших в изгнании. Навстречу останков вышла Феодора с сыном и весь двор, неся в руках свечи. Пешком они шли вслед за мощами до церкви 12 апостолов. Была осквернена могила императора Константина V. Без всякого уважения к императорскому сану его останки были выброшены на улицу, а из мраморного саркофага, распилив на тонкие плитки, сделали облицовку для одной из комнат императорского дворца. В знак победы иконопочитания на монетах и печатях после 843 года вновь появляется изображение Христа. В период регентства Феодора начались преследования людей, отрицающих иконопочитание. Диль сообщает, что она мечтала о славе истребления эритиков и по ее приказанию павликианам было предложено на выбор обращение в православие или смерть. После отказа павликиан изменить религиозные убеждения в местность Малой Азии, населенную ими, были направлены с карательными экспедициями три военачальника Аргир Судалы Дука. От рук императорских инквизиторов под пытками погибло около ста тысяч человек. Одних павликиан распяли на кресте, других обрекли мечу, третьих – морской пучине. Около десяти миллиардов составляло число загубленных. Их имущество было отправлено и доставлено в царскую казну. Гонения на павликан начались задолго до прихода Феодоры к власти. Обороняясь, те вступили в военный союз с мусульманами и совершали набеги на византийские владения. Несмотря на истребление павликан при Феодоре, секта потерпела поражение значительно позднее в 871 году. Но церкви не удалось окончательно уничтожить ересь, источники и историография. Основным источником жизнеописания Феодоры является сочинение продолжателя Феофана «Жизнеописание византийских царей». В данном источнике «Жизнь Феодоры» описано в двух разделах «Феофил» и «Михаил III». Житийная литература не содержит о Феодоре подробных сведений, ограничиваясь указанием на ее заслуги в восстановлении конопочитания. Георгий Амарту – современник Феодоры окончил свою хронику 842 годом, то есть в канун прихода Феодоры к власти. Продолжатель Феофана Иосиф Генисей, в сочинениях которых излагается «Жизнь и деяния Феодоры», писали свои труды по повелению императора Константина Багринародного спустя век после правления Василисы Феодоры. Из современных историков о Феодоре неоднократно писал французский автор Шарль Диль в цикле «Своих трудов по истории Византийской империи». Подробно деятельность Феодоры в восстановлении конопочитания рассмотрена историком церкви Карташевым в его труде «Вселенские соборы». Субтитры создавал DimaTorzok